Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканал Автоплюс, программа Попутчик. Меня зовут Александр Гусаров. И тема сегодняшнего выпуска это, собственно, документ, опубликованный в российской газете 31 мая 2010 года. Это правила расчета повреждения машин при ОСАГО. Ну, а Сергей Дорофеев, хорошо вам известно. Добрый вечер, Сергей. Это эксперт техник, профессиональный человек, в общем-то, в этой области. И поговорим мы сегодня действительно об этом. Что это такое вообще? Как воспринимать этот документ? И стоит ли его воспринимать нам, обычным потребителям? Или это все-таки больше интересен этот документ, он интересен страховым компаниям? То есть их вроде как начинают говорить о том, что они будут по каким-то особым пунктам и правилам производить расчет ущерба. Я не знаю, то есть как бы вот... Для кого он все-таки издан? Вот так, по большому счету. Ну, я в последнее время достаточно часто участвую в разного рода мероприятиях и обсуждениях, связанных с выходом этого документа. И сам пытался задавать этот вопрос. С того момента, как он обсуждался, они экспертов, ни страховщиков к обсуждению не привлекали. А зачем? Конечно. Значит, я задаю вопрос. А кто является правоприменителем этого документа? То есть он для кого написан? Для страховщиков? Для экспертов? Для оценщиков, которые тоже на этом рынке работают? Ну, собственно, и да. Касается ли он судебных экспертов? Здесь целый круг вопросов. Поэтому, во-первых, для кого написано? Что написано? А вы задали так вопрос, как к нему относиться? Ну, каждая категория, наверное, будет относиться к этому документу по-разному. Я, как специалист, который его уже прочитал, отношусь к нему как к показателю полной безответственности нашей исполнительной власти. У меня есть для этого основания, потому что я видел первый проект, когда документ был подан в правительство, правительство его вернуло на согласование в министерство. Каждое министерство в него что-то вписало. И вот теперь мы... С миру по нитке нищему рубаха получали. Да, с нищего сняли последнюю рубаху. Вы прифразировали уже. Притом, я не скажу, что это страховщики, у них не последняя, слава богу, рубаха. Но вот будет ли лучше потерпевшим в ДТП от этого документа, я очень сомневаюсь. Я вообще не знаю, не могу определить категорию людей, которым бы от этого документа стало лучше. Причин здесь огромное количество. Значит, первое, ну страховщики, для которых якобы этот документ написан, получат дополнительные проблемы. Понятно, что раз есть износ, кстати, износ по деталям будет начисляться несколько ниже, чем он начисляется сегодня, по существующим сегодня методикам. А, то есть фактически проигравшей стороной окажется человек, который обратится в страховую в случае ДТП о возмещении ущерб. Нет, нет, нет. Вот в плане износа, он будет выигрышной стороной. Износ будет меньше на его детали, значит, выплата будет больше. А, уже вот видите, как хорошо. Казалось бы. Но проблема у него от этого не уменьшится. А ведь, во-первых, смотрите, это мы говорим о страховщиках, да? Страховщики немножечко вынуждены будут поднять уровень страховой выплаты. Потому что раньше они по изменению закона УБА-САГО, они должны были заплатить с износом. И максимальный этот износ был 80%. Ну да, ниже нельзя было. Ниже было нельзя. Теперь на, допустим, детали из пластмассы страховщики будут платить, начисляя износ, не так, как на металл, а еще меньше. То есть платить должны будут больше. Подождите, ну давайте вот так смотреть. Бампер у автомобиля, там, сегмента F, предположим, да? Там я беру представительские машины. Он-то стоит так хороших денег. Он стоит порядка полутора тысяч, двух тысяч евро. Все еще зависит, что там вставлено в него. В общем-то, и как он набран, и что. И плюс, если мы говорим там о машине, ну, например, о Мерседесе от АМГ. Бампер у него совершенно другой. Он никак не относится к бамперу от автомобиля, предположим, от С-класса. Он совершенно другой. Потому что там аэродинамика просчитана, там диффузоры могут стоять, еще что-то. Там много чего-то. И, соответственно, стоит, то есть износ у него будет все равно, да? То есть пластмасска, да, деталь. А она не дешевая. Да дело-то в том, что, так скажем, у пластмасски износ меньше, чем у металла. Вот. А раз меньше, значит, платит страховщик больше. То есть если бы по металлу насчитали износ, например, если, так сказать, обращать внимание на формулы, 50%, ну, утрированно, да? На крыло насчитают 50%, на крыло насчитают 50%, и по существующим сегодня правилам, и на бампер бы насчитали 50%, то сейчас на этот бампер насчитают 10% износа. То есть 90% его стоимости выплатят вместо 50% по старым правилам. А на железку? А на железку тоже есть отдельная формула, и она тоже, так скажем, дает результат где-то процентов на 15 ниже, чем выплачивали сейчас. То есть если сегодня 50% выплачивают, да, от стоимости, ну, утрированно возьмем, то, так скажем, по новым правилам выплатят уже 65% от стоимости этого бампера. То есть как бы с одной стороны вот потребитель вроде как... Получит больше. Выигрыш, да. А потребитель получит больше. Но пока мы разбираем только страховщиков, да, вот отношения. Значит, оно ни для кого не секрет, что в Госдуме достаточно давно страховщики лоббируют, так скажем, вопрос повышения тарифов. Притом он связан с массой других вопросов, в том числе с большим серьезным вопросом повышения лимита ответственности страховщика. Это все рассматривается, внесено в Госдуму. Там очень хорошее повышение лимита ответственности в разы. То есть страховщики больше готовы платить. Но база, по которой сделаны расчеты, она, так скажем, туда положены расчеты, итоги 2009 года. А страховые тарифы у нас не повышались практически с момента принятия закона, там коэффициентами только немножко их. Значит, у страховщиков появляется дополнительный аргумент... Для повышения. Для повышения страховых тарифов. Нам, как потребителям, как автомобилистам, это лучше? Наверное, нет. Я тоже думаю, что нет. Мне тоже жалко отдавать собственные деньги. Ну, да, потому что понятно, что машина хоть один раз в жизни... Нет автомобиля, не побывавших в авариях. Автомобиль хоть один раз в своей жизни, неважно, долго она, недолго в аварию в эту попадает. И это нормальная ситуация. Но часто бывает, человек ездит в течение пяти лет, выплачивая, страхуя и Каскоя, и ОСАГО платя, и ничего не случается с машиной. Ну, бывают же такие случаи. Бывают, конечно. То есть, фактически, ты вот там, я не знаю, владея дорогим автомобилем, то есть, ты, учитывая там все коэффициенты, еще что-то, то есть, ну, за пять лет, там, я возьму тупо, там, ты платил 50 тысяч, вот давайте 5 в 5, 250 тысяч рублей ты вот просто выкинешь, ну, считай, сожжешь. Ну, так удовольствие. Я понимаю, что вы живете в городе Москве, поэтому и примеры приводите, и расчеты ведете из расчетов дорогих автомобилей. Но здесь есть еще одно но. Значит, в первом проекте этих правил были одни коэффициенты и получались одни результаты расчетов износа. И они были чуть-чуть ниже, чем существующие сегодня, ну, только чуть-чуть. А сегодня это, как минимум, уже 15 процентов. Я могу даже назвать министерство, по инициативе которого это произошло. Вот меня что смущает. Смотрите, у нас на сегодня есть, к примеру, программа утилизации. И государство платит по 50 тысяч рублей за утилизируемую десятилетнюю машину. Семь. Ну, там. Ну, ладно. Плюс-минус, да. Да, действительно. Платит. То есть оно признает, что десятилетняя машина, не все машины определенного, так скажем, класса определенного уровня, они все-таки уже прилично изношены. Старенькие. Старенькие, да. И их эксплуатация не выгодна ни владельцу, ни государству. И наше государство готово платить. Этим документом государство признает, что на десятилетний автомобиль износ чуть-чуть менее 50%. Хорошо. Кому хорошо от этого? То есть, если сегодня человек едет на десятилетнем автомобиле, попадает в ДТП, страховщики ему платят 50% от стоимости деталей. Хорошие деньги. Ну, в зависимости от того, какая машина, какие там детали. Копейка даже у меня там, я не знаю, там 11. Вот. Ну, это 50%, да, десятилетняя машина. Копейки десятилетней нету. Значит, это какие-то деньги. Завтра человек утилизирует эту машину, и ему государство из своего кармана доплачивает, признавая, что эта машина уже, так скажем, ну, никак не 50% износа. Нелогично. Я понимаю, что это разные программы, что разные цели. Мы в обществе живем. Здесь очень много таких взаимосвязанных процессов. И невозможно поднять зарплаты пенсионерам, при этом повысив цены на хлеб, что, соответственно, вызов очередной виток инфляции. И, соответственно, я говорю, вот вам, пожалуйста, это взаимосвязанные процессы. То есть, соответственно, повышение тарифов на что-то, повышение цен на бензин, соответственно, ведет с собой удорожание, которое абсолютно, с одной стороны, не зависит от инфляции как таковой. Потому что я несу накладные расходы на транспортировку и все остальное. Вот вам, пожалуйста, это по поводу процессов. Совершенно с вами согласен и могу продолжить применительно к обсуждаемым правилам. У нас есть не только страхование ОСАГО, у нас есть страхование КАСКО. Вот эти правила распространены только на ОСАГО. Человек приходит в страховую компанию, ему тоже должны посчитать износ, если он застрахован по варианту с учетом износа. И посчитают совершенно по другим правилам, и насчитают совершенно другой износ. И потом начнется конфликт между страховой компанией, которая выплатила по КАСКО, и которая предъявляет, он же есть прямое возмещение у учеба. А там уже другой износ. И опять будет, так скажем, попытка разобраться, кто же правильно посчитал. То есть мы количество этих конфликтных ситуаций увеличиваем. То есть сказав А, не говорим Б. Нет комплекса, мы не увязываем процессы, о которых вы начали говорить. Следующий вариант. У нас максимальная страховая выплата на сегодня 120-160 тысяч. Может быть, будет больше, но достаточно большое количество случаев, когда ее не хватит для выплаты. А человек, потерпевший, обращается в суд с претензиями к виновнику. Но это уже не ОСАГО. И эти правила на это уже не распространяются. И, скорее всего, судебный эксперт будет делать экспертизу, применяя Миннеюстовскую методику. Которая тоже работает. Конечно, работает. Как хорошо-то, смотрите. Но там же другие коэффициенты. Я и говорю, как здорово. А судья что будет делать? А ему надо третью методику разработать. Да у нас их пять. Ну вот видите, как здорово. А вы говорите. Люди работают, показывают. Смотрите, количество бумажек-то сколько. Вот у меня их две сейчас здесь лежит, а здесь целых. Если бы процессы были увязаны, как-то проследили, привели в соответствие, ничего этого, к сожалению, нет. Когда мы говорим о том, как эти правила будут работать, мы смотрим, что в постановленном правительстве написано, что правила вводятся в действие через три месяца. А там есть очень интересные 23 и 24 пункты в этих правилах. В 23 написано, кто разрабатывает информационную базу и как она применяется. А в 24 перечислена эта информационная база. И там очень большой перечень. Начиная от тех деталей, о которых мы с вами говорили, на которые износ вообще не начисляется. Заканчивая справочниками, ценовыми справочниками на детали, материалы. И это все должно быть через три месяца. Простите, Сергей, а такой вот вопрос. Вот в принципе не секрет, что я могу, владея даже трехлетним автомобилем, установить неоригинальные запасные части. Они есть. То, что они неоригинальные, это не значит, что они плохие. Конечно нет. Вот, с одной стороны, да. Но вот это вот, во-первых, вилка ценовая между оригинальной и неоригинальной запасной частью. Потом, давайте так говорить. Машина побывала в аварии. Ремни безопасности. Все знают, что они имеют такую ячеистую структуру, ремешки эти. И весь он может выдержать этот ремень полторы тонны. На нем можно подвесить, в принципе, автомобиль. Он будет его держать. Но, один раз. Поэтому те люди, которые вносили предложение, они тоже про это знали. Они записали, что износ не начисляется. Износ принимается нулевым на детали, влияющие на безопасность. И детали, которые подлежат обязательной сертификации. И отдельно прописали подушки безопасности и ремни безопасности. То есть, на ремень и подушку, согласно правил, уже не будет начисляться вообще износ. Она будет выплачиваться в полной стоимости. Но, коли вы заговорили про ремень, мы ведь с вами догадываемся, что ремень – это такая ячеистая пластмассовая лента плетеная, да? Но ведь он куда-то крепится. И там есть механизм, который позволяет ему вовремя сработать. Или пиропатрон, который взрывается. И сама вот эта пластмассовая лента – это, так скажем, даже не основной элемент этой системы. Катушка там гораздо важнее. И дороже. Да. А в правилах прописано, что на ремень уже износ не начисляется, а про всё остальное… Забыли. Не забыли. Но то ли будет написано, то ли не будет написано. Вот это всё должно быть в информационной базе. А через три месяца… А может, как на «шестёрках»? Там ремни-то были обычные, помните, ничего не было. Помню, конечно. Здорово. Значит, поэтому сейчас, так сказать, мы не ждём. Я бы хотел сказать, ждём информационного обеспечения. Честно сказать, мы не ждём информационного обеспечения. Потому что мы с вами в передачах уже обсуждали, что закон об ОСАГО действует давно. Документы, информационные документы, должны были появиться давно. Но их нет. Их нет. И специалистов, о которых мы говорим, и та специальность, которой я всегда представляю, эксперт-техник, её тоже фактически ещё не существует, юридически не существует. То есть у вас нет? И меня нет. А с кем же я разговариваю в таком случае? Так с человеком. Вы расскажете со мной как с человеком, но не как с эксперт-техником. Потому что согласно закону и правилам экспертизы, эксперт-техникам признаётся специалист, внесённый в единый государственный реестр. А реестр до сих пор нет. То есть у нас работает сколько лет программа. Да. Есть какие-то нормативные акты. Нет, никаких. Вот первый появился. Ну, правил экспертизы. Ну, вот я об этом и говорю. То есть и людей, которые этим должны заниматься, тоже вроде как не существует. И в принципе, то есть вот некое, я даже не знаю, какой пример здесь хорошо привести, наверное, это, ну, можно, наверное, купить автомобиль, просто кузов с колёсами, с салоном, очень красиво. Были такие первые комплектации, то, что называлось, насколько мне память не изменяет, это когда ты покупал кузов с салоном. Обитый, окрашенный с салоном. С салоном, с сиденьями, с рулём, с панелью приборов. Шестёрки так продавались, я помню, девятки, восьмёрки. И мог его ставить на любую платформу. То есть, в принципе, ехать на этом нельзя. Ну, почему? Посидеть-то ты можешь. Сидишь рулём. Да нет, сравнить с этим нельзя, поскольку механизм под названием ОСАГО, он работает. А страховые премии собираются, страховые выплаты проводятся. Да, но количество конфликтных случаев очень большое. Оно будет расти. С принятием, вернее, с вступлением с первого сентября в силу сего документа. Оно будет расти. Притом будет расти достаточно серьёзно. Будет расти количество конфликтных случаев между страховщиками КАСКО, страховщиками ОСАГО, между потерпевшими и страховыми компаниями, между страховыми, между потерпевшими и виновниками. Потому что это всё теперь, раньше у нас не было нормативного регулирования, да? И каждый пользовался той методикой, которую он признавал. Но разброс между этими методиками, которые существовали, они незаконные, мы это всё обсуждали, они зарегистрированы. Но разброс между этими методиками, он был в пределах 7-12%. Что немало, в принципе, с одной стороны. Немало. Но разброс между этими правилами и теми методиками, он гораздо больше. Весело. Что-то вот я вот слушаю вас, мне всё больше и больше нравится. То есть, больше того, вот мы вернёмся всё-таки к подушкам безопасности. Сам производитель обычно говорит о том, что через 5 лет подушки безопасности нуждаются в диагностике. Потому что они тоже сохнут, имеют обыкновение портиться, ещё что-то. Согласно сему документу, даже на 6-летнем автомобиле, я не проводил никаких исследований. Исследований. И всё равно подушки будут считаться годными к использованию. То есть, без ничего. Срока годности на них нет, да? Нет. Про это вообще никто не думал. Но есть же правила мировые, общепринятые. Во всём мире так принято. В книжке открываешь описание автомобиля, там написано, что через такое-то время нужно сделать то-то, то-то, то-то. Ну, во-первых, часть из того большого вопроса, который вы поднимаете, его, конечно, можно и нужно будет прописать в методике. Это общее рамочное правило. Нужна единая методика. Потому что ведь в правилах прописано вообще только про материалы и запасные части. А про работы, про стоимость работ, как они считаются, там же ничего нет. Поэтому без единой методики расчёта всё равно не обойтись. А тот вопрос, который вы подняли, про подушки, да? Ну, позвольте, приведу тогда более простой пример. Возьмём автомобиль отечественного производства. Мы знаем, что даже у нового автомобиля через 3-4 года может появиться сквозная коррозия. Да, вот это, кстати, вопрос сквозной. Дыры, грубо говоря, да? Такие, да, красивые. Притом явно видные. Притом владелец, он должен их был, ну, к примеру, на двери, да? Или на крыле. Он должен был это крыло заменить самостоятельно. Ну, по большому счёту, да, потому как, согласно другим правилам о прохождении обязательного технического осмотра, автомобиль, имеющий сквозную коррозию или неработающие какие-то приборы, он обязан, не может пройти сию процедуру. Да, ну, он имеет талон, да? Ну, да. Он имеет талон, попадает в ДТП. Подходит страховщик-эксперт к этому крылу, оно повреждено, но имеет сквозную коррозию. И страховщик должен заплатить за это крыло как за новое. Ну, или как, даже, ну, неважно, да. Этот вопрос тоже должен каким-то образом быть отрегулирован правилами, да? Притом здесь только правилами, методикой это очень сложно отрегулировать. Потому что это, к сожалению, так скажем, в информационном обеспечении уже предусмотреть, ну, может быть, и можно, но весьма и весьма затруднительно. Поэтому правилами очень многие спорные моменты, притом моменты, находящиеся на поверхности, они никоим образом не оговариваются. И это все тоже будет приводить к значительному количеству конфликтов. Потому что, так скажем, износ на детали, он снижен, так скажем, от сегодняшнего уровня с учетом того, что парк, автомобильный парк нашей страны, к сожалению, очень старый. Ну, да. Ну, а раз очень старый, значит, к нему должны быть соответствующие подходы. А подходы эти никак не учитываются. А потом, с точки зрения специалиста, связанного с расчетами затрат, вот, так скажем, в общем-то, специалиста, которому адресованы эти формулы, меня это вообще несколько настораживает. Смотрите, раньше у нас говорить про шинные аккумуляторы не стоит. Ну, я думаю. Во всех методиках были отдельно шинные аккумуляторы. Никто на них износ отдельно не считал. Считают эксперты и страховщики там, где они считают. Естественно, не на листочке и не на пальцах. И даже не на счетах. Есть специальные программы. Расчетные программы. Зарубежные, наши, отечественные. Но в этих программах, как и во всем мире, так скажем, износ, если и берется, то берется он от износа транспортного средства. Теперь разделили это все формулами на отдельные группы. То есть, посчитав затраты вручную, потому что средств автоматизации пока нет, и когда появится, неизвестно. Оценщик либо эксперт должен будет выделить эти группы, посчитать износ на них, каким-то образом внести это в программный продукт и дать удобоваримый, понятный всем документ. Кто как выделит, какими подходами. Что ты делал? Совершенно непонятно. Ну, это как было у Никулина, я помню, такая миниатюра в цирке, когда они продавали, и один изображал весы. Говорит, что ты что делаешь? Он говорит, что это моя жена. Вот примерно так же и будет. Простите, Сергей, а такой вопрос. А вот как будет считаться износ дерева, кожаных деталей? Например, у меня кожаные сидения, но у меня, предположим, 140-й кузов Мерседес, который давно не выпускается. В 97-м году их прекратили делать, в 98-м уже появился 220-й. Ну, износ этого кожаного сидения за такой срок, он, конечно, достиг определенной степени, и оно вытертое так слегка. Кожа потеряла былую эластичность, и блеск... Вернее, блестит она, конечно, гораздо сильней, чем тогда. Ее можно натернуть. То есть ее уже натерли. Вот. Но вот как вот это будет считаться? Опять же, деревянные детали в автомобилях, вставки какие-то. У кого-то пластмассовые, они под дерево сделаны. Вот это вот... А это никак. Значит, выделены вот эти группы. Пластмасса, стекло, да? Спустите, а карбоновые же есть еще детали сейчас. Ну, карбон – это, наверное, все-таки пластмасса. Ну, такая недешевая. Нет, а тут дешевая либо дорогая. Вопрос в том, что к стеклу ее не отнесешь. Давайте сразу определимся, что есть износ на металл, есть, так скажем, меньший износ, ну, долговечнее пластмассы и еще долговечнее стекло. Ну, да. Хотя оно тоже протирается щетками. Ну, в формулах там определены, так скажем, я так понимаю, провели огромные научные исследования, выделили. Меня больше смущает, что от первого проекта, в котором были одни формулы, до следующего проекта прошло всего два месяца. Но это вот пока вычисления производились. Я просто догадываюсь об уровне исследований, которые нужно провести, и то, что их невозможно провести даже не за два месяца, а там за два года. Как вы плохо относитесь? Может, у них какая-нибудь мощная ВМ стояла там, этажа на четыре? Я догадываюсь, но только давайте с вами посмотрим, что через три месяца никто не гарантирует ни одного документа, который обязательно должен быть. Минтранс не гарантирует. Минтранс, так скажем, вот на днях представитель Минтранса сказал, что, возможно, к концу года появится номенклатура деталей, на которые не будет начисляться износ. Вот и все. А документ вступает в силу первого сентября. Да. А к концу года, может быть, появится перечень. Может быть. А каким образом быть потребителю, страховщику? Вот как ему регулировать собственные взаимоотношения? Или им обоим объединяться и подавать суд на Минтранс? Я думаю, это бесполезно. А каким образом мы урегулируем убытки с даты вступления закона? Ведь нет ни одного документа. И урегулируется все. А на мой взгляд, вообще появление вот этих документов, оно только, так скажем, излишне запутывает этот процесс. Понятно, что он и без того весьма конфликтный. Но вот, глядя на эти правила, я с ужасом думаю о тех документах, которые могут появиться в расшифровках. Сергей, а вот такой вопрос. А не проще ли было воспользоваться, ведь, огромный совершенно зарубежный опыт? Это же действительно так. Понятно, что применительно к нашей стране что-то просто не работает. Потому что возьмем тот же парк автомобилей, количество покупаемых. Все-таки рынок новых и годовалых трехлеток у нас, он гораздо ниже, чем в той же Западной Европе, в тех же Соединенных Штатах. Но, тем не менее, не проще ли было воспользоваться какой-то их базой, их системами, их возможностями, поскольку люди столько лет там ломали голову, и там тоже не идиоты сидят, и все это у них это работает. Ну, вы совершенно правильно говорите, что, во-первых, не все можно применить. И есть еще один, так скажем, сложный, достаточно сложный вопрос. Ведь это все крутится вокруг износов. А износы там тоже не отрегулированы. Но во многих зарубежных странах существует достаточно проработанный и широко развитый уровень утилизации транспортных средств. То есть они разбирают и используют бэушные детали, практически все, что можно использовать. И там понятно, что раз подушку нужно менять через пять лет, то если она отходила год и не сработала, а транспортное средство по каким-то причинам разобрано, то эту подушку поставят безо всяких, поскольку она проходила, обязательную сертификацию. Если ей пять лет, ее оставить никто не будет, так скажем, и в бэушные детали она не попадет. То есть там... Ну, методика есть какая-то определенная. Дело в том, что... Смотрите, ситуация какая. Вот вы уже упомянули термин «оригинальные детали». Я бы с удовольствием послушал от вас или от любого другого, где, в каком нормативном документе есть определение, что такое оригинальная деталь. Нет. То же самое и с износами. Вот на Западе износов практически не прописано. Они их там не считают. Потому что система урегулирования там больше настроена на предоставление услуги в натуре. Там отремонтируют автомобиль. Там не надо считать, не надо выплачивать деньги. Ты пострадал, едешь на станцию, автомобиль ремонтирует, туда приезжает представитель страховой компании, аварийный комиссар, независимый эксперт, урегулирует этот процесс, но тебе восстанавливают автомобиль. Ну, самое главное, собственно говоря, то, что и должно быть. Да. И ситуация вот в чем. Там есть отдельно дилеры, это к вопросу оригинальности, и отдельно станции кузовного ремонта. Потому что не задача дилера заниматься кузовным ремонтом. Его задача продать и обслужить. А у нас дилерская сеть формировалась за счет ремонтных организаций. Они сегодня у нас и дилеры, и кузовщики, и все прочее. А страховщики по ОСАГО, во всяком случае, очень мало имеют возможности организовать ремонт. Ну, кузовные цехи. Им это невыгодно сегодня организовывать, потому что у нас четко написано, что выплата проводится по средней рыночной стоимости. А поскольку по средней рыночной стоимости в правилах написано, что там, возможно, появятся справочники когда-нибудь, у страховщиков есть место для маневра. Поэтому им невыгодно ставить, разбираться, организовывать. Им проще сегодня выплатить пока. Как только мы эти справочники получим, так начнет перестраиваться рынок. Больше будет настроено, если мы говорим о Западе, мы перейдем на западную практику, мы вынуждены будем организовывать ремонты. А не платить деньги, а потом потерпевший будет бегать и искать, где же он за эти деньги может отремонтироваться. И тогда начнется процесс утилизации, так скажем, учета запасных частей. И страховщик, который сегодня платит деньги, но никак не контролирует. А куда же пошел замененный бампер? А не отремонтировали ли его на станции и продали другому владельцу? А такое тоже не секрет бывает. Ну, у нас бывает, потому что за границей-то вообще, в принципе, пластмассовые детали не подлежат ремонту. Это, вот честно сказать, это миф, который давно, так скажем, существует. На самом деле, большинство, подавляющее большинство производителей рекомендует заниматься ремонтом. Если нет утраченных крупных фрагментов, на самом деле, ремонтируют практически все. У нас в России есть несколько организаций, которые имеют патенты на ремонт, изготовление и сварку сложных конструкций из пластмассы, которые подвержены силовому воздействию. Поэтому ремонтируют, ремонтируют. И если можно отремонтировать технологически, так скажем, в тех же программных комплексах, да, есть нормативы, где производители четко регламентируют, какой толщины пролом, излом они, так сказать, скол, они рекомендуют ремонтировать, дают рекомендуемый материал. То есть, на самом деле, это миф, который, так скажем, лет 10 уже, так скажем, существует в России, но его совершенно нет. Есть экономическая целесообразность. Выгодно отремонтировать, будут ремонтировать. Технологически сегодня можно отремонтировать все. Ну, собственно говоря, да, если уж там те же алюминиевые запчасти, да, там аргонная сварка, безумно дорогая, но, как бы, она есть. И тут же алюминиевая 8, если раньше никто, все говорили, что это сделать нельзя, то сейчас, пожалуйста, наверное. Конечно. Тем более, ведь, смотрите, у нас во время экспертизы достаточно часто владелец говорит, вот у меня заднее крыло обычно, это основная тема заднего крыла пострадала, ну, боковина на сегодня это, да, на современных автомобилях. Мне нужно заменить. Начинаешь ему объяснять, что, чтобы заменить вот эту боковину, нужно разворотить треть кузова. Да. Давайте мы его либо отремонтируем. Потому что раньше было крыло, а сейчас это целиком. Либо отремонтируем, либо заменим кусок. Нет, все новое. Но все новое, это иногда, может быть, хуже, чем оставить старое. Поэтому это профессиональные вопросы. Так скажем, хорошо, что зрители интересуются, так скажем, корреспонденты интересуются тем, что вот подписано, но на самом деле вот прежде всего разобраться в том документе, который сегодня есть, должны профессионалы. А на сегодня единого мнения, единых подходов, к сожалению, нет. Ну, вообще при составлении подобного документа было бы, конечно, интересно услышать, я думаю, стоило бы прислушиваться не только к мнению поборников прав индейцев наших, в общем-то, которые типа ратуют за народ, вроде как это же делается для того, чтобы потребителю, потребитель выиграл, наказать злобных, противных страховщиков, которые только воруют деньги. Но, тем не менее, мнение этих людей, которые постоянно работают с нами, с потребителями, должно было все-таки быть учтено, поскольку, если мы говорим о тенденции, которая наметилась в нашей стране, о том, что мы позиционируем себя как цивилизованное государство, но в цивилизованном государстве люди воспитанные обычно в случае спора, они обычно выслушивают мнение всех сторон и делают какое-то умозаключение, поскольку правительство у нас и министерство, люди там сидят неглупые, ну, надо же было как-то сопоставлять, ну, мозаику вот эту сложить из нескольких составляющих, чтобы было красиво. Не только красиво, но еще и мудро. А понимаете, если бы начали вот этот процесс, о котором вы говорите, то выплыло бы, что на самом деле закон не обеспечен ничем, закон об ОСАГО, да? И это все недоработки министерств. Поэтому министерство никогда этого не допустит. Чтобы это обсуждалось, тогда бы выплыл наружу тот перечень необходимых документов, который должен был быть до того, как закон начал работать. То есть мы сделали, решили, здесь вот очень просто получилось, я так понимаю, что была необходимость, она нарастала с появлением большого количества новых автомобилей и роста парка страны. То есть проблема приблизить себя каким-то образом, каким-то бочком приложиться к цивилизованному обществу, что вроде как мы должны иметь подобное, но законодательные базы под него не подведены. То есть нет фундамента как такового. Но законодательство как закон. Закон об ОСАГО есть, а вот нормативной базы нет. Вот чтобы обеспечить деятельность этого закона и увязать еще с другими системами. Вот этого нет. Дом с хорошим фундаментом, но без коммуникации очень хорошая вещь. Это личный пример, я думаю, будет надежный и долго будет стоять. Жить к нему нельзя. И крыша не промокает. Ну как жить? От дождя укрыться можно? Ну, собственно говоря, да. Ну, холодно, ну, бывает. Если же говорить, предположим, кстати, вот очень интересно, страна происхождения. Вот лично мне, вот как раз перед эфиром мы вот говорили, да, с вами, что такое вот, что за емкое понятие такое, страна происхождения. Я вот привел пример, что у нас разбили по странам, да, то есть есть европейские машины, есть и по отечественному производству, к которым можно отнести все автомобили, всех западных марок, которые имеют штамп, сегодня сделано в России. Неважно, по какому циклу они собираются, по полному циклу, как у Volkswagen собирается, там, две машины, по-моему, всего на сегодняшний момент, а остальные все вроде как машинокомплекты приходят, как и у большинства приходят машинокомплекты, но эта машина сделана здесь, как Жигули. Но прошла ли она достаточную переработку и является ли Россия страной происхождения, это вопрос очень спорный. И разрешить его можно будет только, когда появится вот это информационное обеспечение, или хотя бы посмотрим на проект. А потом говорить о стране происхождения, здесь этот вопрос увязан еще с одним, он увязан с гарантией производителя от сквозной коррозии. Она зависит от страны, потому что у многих производителей для Италии, Испании гарантия от сквозной коррозии достигает 13 лет, при том, что автомобиль у них явно не рассчитан на такое количество лет эксплуатации, потому что он сломается, развалится раньше. Но кузов, видимо, не прогниет, нет, действительно, его просто утилизируют. Я вообще ко всему этому отношусь просто как к рекламному ходу. На самом деле гарантии, вы совершенно правы, у разных производителей на разные страны совершенно разные. И это простой рекламный трюк, поскольку, если мы внимательно изучим эти гарантийные обязательства, то их теряет, ну, наверное, так сказать, если не каждый, то каждый, так скажем, второй автомобиль, как минимум, да, потому что как только вы побывали в ДТП, так гарантия от сквозной коррозии, естественно, уже не работает. Если вы не приехали, не шли контроль состояния лакокрасочного покрытия, гарантия уже не работает. Поэтому на самом деле, ну, что такое гарантия от сквозной коррозии? Во-первых, терминов нет, да? У нас есть следы сквозной коррозии, есть сквозная коррозия. Мы с вами понимаем, что сквозная коррозия, это, грубо говоря, дыра. Ну, да. Но, а следы сквозной коррозии? Что тут расплывчатое такое? А оно не расплывчатое, это вот так называемые паучки на краске, да? Ну да, это нет, это видно глазу. Но это же тоже сквозная коррозия, она уже есть, да? Ну да, то, что там под краской вроде как еще, краска-то еще более-менее стоит, а то, что внутри-то там уже труха. Поэтому, учитывая состояние нашего рынка, когда очень много автомобилей, везенных на территорию страны нелегально, говорить о том, что вот эти расчеты ведутся по стране происхождения, в большей части это связано именно с гарантией от сквозной коррозии, на самом деле очень и очень все спорно. То есть это все привязано к износу. Вот износ для автомобилей с гарантией от сквозной коррозии рассчитывается вот так, а это все должен обеспечить информационную базу Минтранс. Но, так скажем, законодатель и исполнительная власть, подписав вот эти правила, с одной стороны, так скажем, начинают говорить о том, что у нас есть, должны появиться вот эти нормативы, и говорят об обязательной сертификации, да? Ну да, вроде бы. А когда говорят об обязательной сертификации, я обычно вспоминаю про автомобили с правым рулем управления. А ведь у нас же, если у нас есть обязательная сертификация, то что у нас делают эти автомобили на наших дорогах? Мне бы очень хотелось посмотреть хотя бы на один сертификат соответствия. Хотя бы одного автомобиля, да? Ну, вы знаете, по дорогам ездят и китайские автомобили у нас, у которых, ну, если я не совсем идиот, то, в общем-то, рамка под номерной знак, почему у нас американские машины не могут, как и японские, они не проходят после... Дело в том, что там номера квадратные, да? И, соответственно, налепить нормально номер под рамку, то есть я не могу пройти техосмотр только потому, что у меня рамка под номерной знак, она не рассчитана на длинный номер. Ну, по этой причине я знаю, как... Ну, нет. Прикрепится другая рамка с подсветкой, и все. Нет, ну, есть некий замечательный автомобиль Ли Фан, я не помню модель его точно. Так вот у него номерная рамка под выемка под номерной знак, машина сертифицирована, более того, она, по-моему, производится в России. Так вот, номера там стоят, ну, если изобразить, то это вот так вот. То есть они имеют... Ну, вот так вот, то есть она не рассчитана на такую длину номера, и номер представляет собой вот нечто вот такое вот выгнутое. Это тоже нормально, да? Да нет, конечно. Машина эксплуатируется, она здесь производится, значит, она прошла все сертификционные испытания или нет? Ну, это та же тема, как мы с вами говорили о техосмотре. А раз она производится, значит, она все прошла. Ну, видимо, да, хорошая машина. По части хорошая, раз ее покупаешь, значит, кому-то она нравится. Ну, я не думаю, что она нравится, просто она дешевая. Ну, вот уже. В общем, кондиционер опять же есть. Вот, видите, там еще масса прелестей есть. Поэтому говорить о том, что будет, мы опять упремемся в то, что это не связано с другими существующими сегодня системами. Говорим об обязательной сертификации, да? Хотелось бы на нее посмотреть. А ее не существует. Но она прописывается. Стоит, так скажем, правительство это все пропустило. То есть кто-то что-то в правительство отправил, кто-то согласовал все это. Ну да, документы подобного рода просто так не публикуются в газетах и не вступают в силу официально. Конечно. Поэтому говорить о профессиональном уровне этого документа и о мере ответственности, то, с чего я начал, на самом деле это, так скажем, никакой критики совершенно не выдерживает. Но подписано, будем исполнять, куда деваться. Кстати, вот интересный вопрос по поводу моторного отсека как такового. Понятно, что есть авария, предположим, когда ломается дверь, ну, удар происходит в дверь, либо в крыло какое-то. Но бывают же аварии, либо лобовые столкновения, либо боковые очень сильные столкновения, когда, ну, сносится морда, грубо говоря, у машины. Там были всякие детали, да, там, может быть, стояло... Там их очень много. Много там, ну, помимо двигателя, там стоит блок, если машина дорогая и, в принципе, оснащенная, кстати, не обязательно очень дорогая, но оснащенная там и блок АБС, и блок АСП, недешевый. Если производитель, ну, оценивает, я возьму один немецкий концерн, который производит здесь, да, я не буду называть марк, чтобы не делать ему рекламу лишнюю, который сейчас делает машина в России, за опционная цена, за наличие системы курсовой стабилизации, 33 тысячи рублей, по-моему. Это больше, как бы, большая сумма, это больше тысячи долларов, да. А аккумулятор тот же, да, ну, а если я заменил? Ну, бывает же, что вот я купил машину, которая два года простояла на стоянке просто, ну, я купил себе там машину 2008 года, потому что ее предлагали по привлекательной цене. Естественно, аккумулятор там, ну, он год проходит, и потом его надо будет заменить. Вот это вот каким образом будет учитываться? А значит... И все остальное, вот все остальные детали, те же свечи, которые надо было бы заменить так по-хорошему, тут машина долго стояла, не эксплуатировалась там, ну, это помимо того, что там есть детали подвески и все остальное. Это и было. Если у вас есть задокументированное подтверждение того, что замены были проведены, это учтут, так скажем, обязаны учесть сразу. Ну, это значит, я должен хранить вообще все-все-все-все-все чеки, да? Желательно. Желательно. Притом, давайте сразу уточним, что чеки не только на покупку этих деталей. Ну, и установку. Ну, и установку. Потому что в нашей стране набрать чеков проблем не составляет. То есть все-таки так вот правильно, вот когда юристы были, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Они сказали, что, в принципе, вот, потому что люди звонили тогда с какими-то вопросами, они сказали, что, ну, это ваши проблемы. И доказывать все надо в суде. Ну, мы уже говорили в одной из передач, что до сих пор есть еще граждане, которые приходят в страховые компании, наехав на забор. И говорят, я вот тут на забор наехал, вы мне выплатите страховое возмещение? По ОСАГО. По ОСАГО. Ну, наверное, можно. Забор. Асфальт поднимается и бьет меня по лицу. Ну, гражданская ответственность забора не застрахована. Это же недоработка. И хотя, ну, а сейчас, так скажем, эта тема еще более получила новое откровение. Появилось прямое урегулирование, они приходят в свою же страховую компанию. И говорят, ну вот, если прямой, я же теперь к вам могу прийти, вы мне воплотите. То есть, все равно, вот я смотрю, вот фактически, вот я вас слушаю, и получается, что документ, он, я не дай бог, не хочу никого обидеть, и там сказать, что, или оскорбить, это будет правильнее, мы не девочки, чтобы обижаться. Вот, там, господ, которые подписывали, продвигали этот документ, может быть, писали. Но, может быть, это грубо действительно прозвучит. Он, он не будет работать. Давайте так, я скажу так. Вернее, он будет работать, или будет работать неправильно, или не будет работать вообще? Ну, честно говоря, о господах, которые готовили и подписывали, так сказать, подписал его господин Путин, поэтому, так сказать, а большая часть этого документа, значительная часть этого документа, достаточно сложные математические формулы. Ну, да. Поэтому то, что и о системе утилизации я уже говорил, на мой взгляд, премьера просто подставили этим документом. Ну, это уже не первый раз. Тоже было с техническим регламентом, кстати. Значит, то, что документ не будет работать, ну, мы с вами сегодня уже говорили, ну, нет практически ни одного документа, кроме правил экспертизы, теперь появившихся вот этих правил, под законом Босага. А их там должно быть очень и очень много. Но закон же работает как-то. Поэтому и правила работать они будут. А сразу могу сказать, как они будут работать. Ну, как я себе это представлю. Ну, да, вот это тоже интересно. Значит, с сентября начнут считать износ по новым формулам. Немножечко выплатить, скорее всего, возрастет страховая выплата. Как обещает Минтранс, в достаточно обозримом будущем... В конце года, как вы сказали уже. Ну, там же согласовывать, потом надо регистрировать в Минюстер. Появится вот номенклатура деталей, на которые не начисляется износ. Вернее, устанавливается нулевое значение износа. Еще раз придется перестраиваться. Там нужно будет под это программное обеспечение сделать, да? Но все равно хотя бы в ручном варианте делать начнут. Вот. Надеемся, еще, так скажем... Пройдет полгода. Ну, как минимум. А потом должны появиться ценовые справочники на запасные части. Еще через полгода. А потом еще и работы каким-то образом должны тоже к этому... Нет, вот там полгода не хватит, потому что номенклатура справочники ценовые, они содержат так, ну, минимум 10 миллионов позиций. А потом давайте реально к этому подходить. Вот там перечень информационного обеспечения, да? Да. Он появился недавно. Мы с вами догадываемся, что под все это нужно провести сбор данных, обработку, исследования какие-то, да? Это должно быть финансировано. Я очень сомневаюсь, что деньги на это в бюджете... Найдутся. ...так скажем, выделены, да? Найти... У нас такой бюджет, в котором можно много, наверное, чего найти. Но выделено ли это, запланировано ли это, то, что это запланировано этот год, я очень и очень сомневаюсь. То есть исследований никаких на сегодня не ведется. Я почему считал-то? Я вот просто считал, вот сидел полгода, полгода. То есть получается, что 1 сентября 2010 года документ вступит в силу, а реально работать, он может начать, дай бог, 1 сентября 2012 года. В полном объеме? Ну, вроде как. Нет. Нет, но... Это очень оптимистично. Ну, будем оптимистами. Мы живем в прекрасной стране, с прекрасными людьми. Они умеют работать быстро. Это хорошо. Еще раз повторите, пожалуйста, фразу, я не расслышал. Они умеют работать быстро и хорошо. Если бы они умели работать быстро, то с 2003 года к закону обослака появились хоть какие-нибудь бы документы. Процесс поступательный. Не было у нас опыта. Теперь он за 7 лет накоплен и работа ускорится. Либо разные понятия. Умеют и хотят. Может, умеют, но не хотят работать. Ну, вообще разделять подобные вещи я бы не стал. Но, тем не менее, давайте вернемся к баранам нашим. То есть фактически, если... Вот мы час здесь проговорили. То есть, я думаю, умные люди, дяди в министерствах, они говорили еще больше на эту тему. Работали, писали что-то. Тем не менее, получается, что с одной стороны это вот как палка о двух концах. Как бы ты... Какой бы стороной ты ни повернул, она тебя все равно стукнет. То есть, вроде как, я получу сейчас больше, да, в случае наступления страхового случая. Но завтра я начну попадать на то, что будут оттягиваться выплаты. Конечно. То, что будут повышены тарифы на ОСАГО, потому что страховщики начнут нести большие потери. А мы знаем, что у нас, ну, много нечистых на руку людей, которые имитируют что-то с теми же ДТП, еще что-то. Ну, это же нормальная ситуация. И таких мошенничеств... Это ненормальная ситуация, но она есть. Ну, да, нет, я говорю, что существуют такие люди. Естественно, это ненормальная ситуация. То есть, фактически, вот я честный потребитель. Ну, не я, там, Иван Иванович Иванов. Честный потребитель. И ему, фактически, получается, сделали так, ему станет жить гораздо сложнее. В итоге, если подвести черту под всем разговором, под документом, под подготовки самих страховых компаний, под количество мошенничеств со страховыми премиями, которые существуют, под повышением тарифов, которые ему тоже грозят, то есть Иван Ивановичу Ивану жить станет гораздо труднее. И сложнее. Не сказал, что гораздо труднее. Ну, просто... Ну, во всяком случае, никакого значительного облегчения своей жизни вот от этого документа он не получит. Казалось бы. А казалось бы, да, благое дело. Благое дело, то есть вроде как все прописали, вот столько всяких... Притом, если так попытаемся разделить, то для какой-то массы людей, когда незначительные ДТП, когда не надо в суд, да, там может быть небольшой рост страхового возмещения. Когда нужно в суд, то там конфликты, и разбираться они теперь будут гораздо сложнее и дольше. Учитывая, как судопроизводство у нас работает, как оно настроено в стране... И как нагружены государственные судебные учреждения. Судебные учреждения, потому что количество дел, которые они рассматривают. Ну, вообще, это странная же ситуация, поскольку, с одной стороны, если смотреть по статистике, большинство аварий в городе, это все-таки вот эти вот мелкие тычки, мелкие ДТП. Естественно, от этого вроде как выиграют. Но это, кстати, как о том, что мы вроде как сами теперь можем составить схему, если до 25 тысяч, хотя вот это у меня всегда очень вызывало такую дикую улыбку, что такое 25 тысяч рублей. Вот много, да, так с одной стороны. А с другой стороны, я что, эксперт-оценщик? Я слесарь? Я знаю или продавец в магазине запчастей? Я знаю, сколько стоит мой бампер? Или сколько стоит ремонт этого крыла? И какие повреждения нанесены от этого удара? Скорее всего, на самом деле, насколько я знаю, количество случаев заявляемых по прямому выиграю неуклонно растет, но незначительно от общего числа. А во-вторых, мы их и так запугали, да? Но во всяком случае, когда речь идет не о ремонте, а о покраске, ну вот здесь уж можно сориентироваться, что 25 тысяч на покраску бампера хватит. Поэтому если царапина, и она зашпатлюется там, да, не надо ремонтировать, то, скорее всего, хватит. Поэтому разъезжается в основном, когда речь не идет о замене. Ну, здесь очень сложно определить, потому что тот же виноват бампер, для того, чтобы покрасить, его нужно снять. Стоимость... Пистоны там стоят одноразовые. При снятии бампера и постановки... Вы опять продолжаете запугивать население? Не-не-не, не в коем случае. Я просто из того, что каждый день едешь на работу, стоят люди с минимальными повреждениями. Могли бы разъехаться, но не разъезжаются, потому что боятся разъехаться, боятся, что не получат вот эти... не уложатся в эти 25 тысяч. Я подъезжаю, вижу, что, ребят, ну у вас там копейки, да, но нет, держат весь поток. Ну, я всегда завидовал в этом случае. Хотя авария вещь неприятная. В любом случае, конечно, хочется пожелать, чтобы их было как можно меньше на дорогах. Но тут бывают по невнимательности. Это город суетливо все очень. Люди зашоренные, ничего удивительного. Каждый думает о своих проблемах. Я всегда завидовал за границей, когда я видел там, даже на трассах, когда люди просто черканули друг друга. Они останавливались там же, согласно правилам, но обменивались визитками и разъезжались. Я неоднократно наблюдал подобную ситуацию. Это действительно вот проблемы, такой большой проблемы, хотя, как вы сами говорите, идеального общества и идеальных законов никто еще не изобрел. И у них тоже есть свои проблемы. Но у них какие-то работают другие. То есть здесь важно подчеркнуть, наверное, что мало издать некое постановление правительства. Может быть, оно бы и работало, будь под него подведены вот эти вот коммуникации, как к тому дому с хорошим фундаментом. И благое дело, любое можно запороть, в общем-то. Вот, к сожалению, у нас получается... Потому что коммуникации не подвели, будем, так скажем, в силу своих профессиональных возможностей пытаться обогреваться и получать... Буржуйкой там. Другими способами, да? Буржуйкой бак поставить на крыше, воду таскать ведрами. Каждый как-то будет, так скажем, по возможности, надеемся, решать свои профессиональные задачи. Эксперты техники, которых, как мы с вами выяснили... Нет, да. Но что-то делать, так скажем, чтобы профессионально делать и закрывать те прорехи в нормативном регулировании, которые сегодня существуют, с тем, чтобы люди меньше бегали по судам и хоть что-то получали. Ну, потому что у нас вообще, как бы, я еще раз повторюсь, что, во-первых, многие боятся судов, и боятся совершенно обоснованно, потому что это потеря, огромная потеря времени, нервов, денег, в конце концов. И от того, что ты год заседаешь в суде, решение будет потом принято, на тебе эта машина уже вообще будет не нужна, может, она и сгнила там уже от удара сильного, в общем-то. Благо, что сам жив остался. Собственно, к большому сожалению, то есть получается, что вот очередной документ, который, может быть, не в силу того, что он не проработан до конца, или хотя бы на 50%, он будет, конечно, работать, как все работает, в общем-то. Но это некий недомеханизм, который будет работать как, ну, я не знаю, та же цепь велосипеда, звезда, если сорваны зубья, цепь-цепь-цепь иногда слезает. И вот он здесь будет буксовать. Ну, вот, к сожалению, в этом механизме, так скажем, либо сорванных, либо еще не сделанных зубьев... Да, я задумываюсь. ...очень много, да. К сожалению, так, но я думаю, что все-таки не стоит отчаяниться, работа какая-то ведется, мы действительно, такая у нас грустная концовка получилась. Сергей, давайте все-таки скажем, что все не так страшно. На самом деле все не страшно. Автомобили ездят, страховые премии собираются, выплаты производятся. То, о чем мы говорили, что чем человек лучше знает свои права, подписывая страховой полис, нужно прочитать договор. Чем он лучше знает свои права, тем больше он сможет решить в том же досудебном порядке. Ну, это важно. Сергей, огромное вам спасибо. Всего доброго. Спасибо вам, наши уважаемые телезрители. Берегите себя, берегите свои автомобили, уважайте окружающих. Всего вам доброго, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин